В эфире программа ИТ-неделя. Главные новости мира высоких технологий за последние 7 дней. В студии Антон Крюков. Здравствуйте. Электронная Москва регионом. Российские города перенимают столичный опыт. Названо имя нового заместителя главы Минкомсвязи. Им стал Алексей Солдатов. Американские аналитики утверждают, в ближайшие 5 лет рынок интернет-рекламы ждет стабильный рост. Компания Dell расширяет свое присутствие на российском рынке. Что такое мегаполис? Это сложный социальный механизм. Для его управления требуется отлаженная система. Именно поэтому 4 года назад в столице приступили к реализации целевой программы «Электронная Москва». О том, как регионы перенимают опыт построения универсальной ИТ-инфраструктуры, в репортаже Ирины Шугурой. Город 21 века. Каким он должен быть? Как обеспечить эффективное взаимодействие всех его структур и наладить ИТ-инфраструктуру? Для реализации крупных целевых программ по управлению городами была создана некоммерческая организация «Международная ассамблея столиц и крупных городов». В задачи организации входят накопление и обмен практическим опытом. Одним из основных вопросов этого форума стало обеспечение безопасности. Москва – безусловный лидер по внедрению информационных систем. На этот раз она поделилась результатами по модернизации строительной сферы. Федеральное законодательство нам диктует переход к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, ИСОГД. Мы считаем, что Москва достаточно хорошо к этому готова. Объединение информационных ресурсов и технологий этих систем на основе принятой в городе технологии СЭФМЭМ, самых современных технологий интеграции, позволит достаточно быстро перейти к этому и давать содержательную информацию федеральным органам. А органам городской власти, нашим гражданам, мы на сегодняшний день предоставляем, как через сайт Москомархитектуры МКМОСРУ, так и через сайт строительного комплекса «Один из самых популярных строей РУ». На форуме МАК заказчики и поставщики ИТ-услуг сошлись в одном, что современным развитым городам требуются универсальные информационные системы для различных сфер жизнедеятельности. Нас интересует градостроительная деятельность, земельные дела, городское хозяйство – вот отсюда. Поэтому мы обязательно обратимся в мэрии города Москвы, чтобы они нам оказали помощь. Но мы очень хорошо дружим. Сегодня эффективные методы управления на базе современных информационных технологий находят применение не только в бизнесе. Опыт, накопленный частными структурами, оказался важен для государственных органов власти. Если сравнивать с городами СНГ, к примеру, то Москва идет во главе пионера и делает целый ряд достаточно инновационных проектов. Но, конечно, тут технологии не стоят на месте, практически всегда есть куда стремиться. И мы, безусловно, смотрим на опыт иностранных городов, лидеров этой области и какие-то вещи постоянно стремимся перенимать. Ирина Шугурова, Александр Медведев, Синьюз-ТВ. На прошедшей неделе наконец-то стало известно имя заместителя главы Минкомсвязи. В команду Игоря Щеголева вошел Алексей Солдатов. Он прежде всего известен как один из создателей сети Рилком, которая положила начало развитию интернета в Советском Союзе. Во время августовских событий 1991 года Рилкомовские телеконференции стали чуть ли не единственным источником информации о происходящем в стране. Согласно официальному заявлению пресс-службы ведомства, новый замминистра будет отвечать за стратегическое и научно-техническое развитие. Остается вопрос, кто же в результате станет курировать вопросы связи. Своим мнением по этому поводу делится эксперт Синьюз-Аналитикс Игорь Королев. У нового замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Солдатова в 90-х годах был неплохой опыт работы с органами государственной власти, в частности со спецслужбами. Будучи советником Федерального агентства правительственной связи и информации, он лоббировал, наделавший в большие споры проекта «Деловая сеть», подразумевавший строительство общенациональной защищенной сети связи для крупных корпораций. Тем не менее, несмотря на назначение Солдатова, главная интрига, кто в новом министерстве будет отвечать за отрасль телекоммуникаций, остается неразрешенной. Министр Игорь Щеголев хочет назначить на эту должность Наума Мардера, который в 90-х годах уже был за министра связи. Однако у Мардера серьезный конфликт с бывшим теперь уже министром связи Лейндом Рейманом. Когда Рейман узнал о желании Мардера вернуться, он устроил соответствующий выброс в прессу, причем с негативным для Мардера фоном. Вечером 1 июля миллионы пользователей ICQ не смогли воспользоваться любимым сервисом. Правда, проблемы коснулись только пользователей альтернативных программ клиентов, в частности, столь популярных у нас в стране Кипа и Миранды. Сбой произошел по причине того, что компания Америка Онлайн внесла изменения в протокол, не предупредив об этом сторонних разработчиков. Этот инцидент стал уже второй неприятностью для адептов Айски за последние две недели. В конце июня в списках контактов многих пользователей появился подозрительный гость с номером 12111 и ником ICQ System. В сети тут же началась настоящая паника, которую прекратило только официальное заявление Америка Онлайн. Мол, ничего страшного, это всего лишь последствия обновления сервиса. Почему корпорация молчала об этом раньше, остается только догадываться. В ближайшие пять лет мировой объем расходов на интернет-рекламу будет серьезно расти, в среднем на 13% в год. И это несмотря на снижение общих темпов экономического роста на западных рынках. По крайней мере, такие данные приводит американское аналитическое агентство Jupiter Research. Основным драйвером роста эксперты называют развивающиеся рынки, в число которых входит и российские. Насколько привезенные американцами данные соответствуют сегодняшним реалиям? С этим вопросом мы обратились к аналитику Антону Варыхалову. На самом деле я его предостерег от чрезмерного оптимизма, потому что сейчас на долю развивающихся рынков приходится порядка 10-15% общего объема рекламы в интернете. И даже удвоение на этих рынках не способно существенно повлиять на ситуацию в мире в целом. И второй фактор. На развивающихся рынках крупнейшими рекламодателями зачастую являются транснациональные корпорации. Они сейчас затронуты глобальным кризисом в Америке и, естественно, стремятся несколько сократить свои рекламные бюджеты. Поэтому этот фактор также будет оказывать ощутимое влияние на развивающиеся рынки. Я могу привести еще пример недавнего IPO в Малайзии компании Unity. Она как раз работает в этой нише онлайн-рекламы в Малайзии и пока малоуспешна. То есть, примерно через неделю после размещения ее котировки упали процентов на 20, что пока адекватно отражает настроение инвесторов относительно онлайн-рекламы на развивающихся рынках. Dell серьезно увеличивает вложения в свой московский офис. Наша съемочная группа посетила пресс-ланч, организованный руководством компании, и выяснила, как и зачем один из крупнейших мировых вендоров собирается расширять свое присутствие в нашей стране. В 2008 году исполняется ровно пять лет с момента открытия представительства Dell в России. Сегодня на пресс-конференции подведены итоги и разработаны перспективы развития на ближайшие три года. С момента создания офиса Dell в Москве компания достигла устойчивого роста и успешно внедрила ряд инновационных проектов. За время сотрудничества выстроились долгосрочные партнерские взаимоотношения с заказчиками. По словам президента Dell в регионе Имея Дэвида Мармонтия, 2008 год стал ключевым в отношении инвестиций в российское представительство. Этот год очень важен для нас. Мы увеличили количество инвестиций в российский рынок. Компания расширяет перечень предоставляемых услуг. Мы выпустили новый пакет «Просапорт», причем сейчас он доступен во всей стране. До конца года компания планирует увеличить штат специалистов московского офиса в два раза. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах региона открыты сервисные центры, где Dell представляет своим клиентам широкий спектр услуг по технической поддержке всех типов оборудования. Всего таких центров в нашей стране открыто 365. Мы понимаем, что чем больше возможностей мы предоставляем клиентам нашего московского офиса, тем эффективнее мы используем местный рынок. Поэтому Dell уделяет повышенное внимание поддержке российских пользователей. Так что мы продолжим вкладывать деньги в наше московское представительство. Руководители Dell рассматривают российский компьютерный рынок в качестве одного из приоритетных. Что касается перспектив, то до 2011 года компания планирует занять в России лидирующие позиции наряду с другими мировыми брендами и достичь оборота в размере миллиарда долларов США. По собственным оценкам Dell, в ближайшие пять лет наша страна должна стать самым большим рынком для компаний в регионе ИМИА. Мария Родчева, Александр Медведев, Синьюз ТВ. Такова была и та неделя. Я Антон Крюков. Оставайтесь на этом канале. Дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова